Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа «Я в Бийске. Есть мнение». В День России бийская пенсионерка решила сделать доброе дело. Она взяла в руки краску и самодельную кисточку и разукрасила пешеходные переходы в приобской части Бийска. Информация сразу же просочилась в городские СМИ. Ну а теперь пенсионеркой заинтересовались и федеральные каналы. Сегодня мы узнаем мнение горожан, а как они оценивают поступок бийской пенсионерки. Неадекватно. Для этого есть специальные службы, которые это делают. Ну это, наверное, уже возраст такой. У людей просто свои понятия какие-то, наверное. Может быть, она неадекватная, не знаю. Да, нормально. Людям надо ходить, ничего не крашено, ничего не покрашено. Я бы сам покрасил, но у меня, правда, времени нет. Я думаю, нет, на это есть определенные службы. Как бы там она с какими благими бы намерениями на это не делала, ну на это все-таки есть службы свои. Решила сделать работу, то, что должны наши эти дорожники делать. Она решила сделать, бабушка. Старого века закалка. Поэтому, значит, пусть они смотрят и делают какие-то выводы, дорожники. Что надо где-то делать разметки, где люди ходят. Потому что машины едут даже в положенных местах. И то оглядываются, чтобы на тебя не наехали. Ну, наверное, у нее были какие-то мотивы. Я не знаю, зачем она это сделала. Наверное, кого-то уберечь хотела. Но единственное неправильно, что она должна была не сама это делать. Она же не в своем огороде. Сейчас каждый будет выходить, сам красть. Это же неправильно. У нее благие намерения были, естественно, но немножко она погорячилась. Да даже не знаю, что сказать. Ну, молодец пенсионерка. Наверное, нет такого понятия, как правильно или неправильно. Человек проявил инициативу. Молодец человек. Что еще можно сказать? Заботиться о наших зебрах бабушка. Молодец. Я не знаю. С одной стороны, как бы и правильно. С другой, для этого есть свои все службы и должны. Они были этим заниматься делом. Наверное, нет. Важно. Важен город ей. И для этого вышла и сама нанесла. Потому что администрация очень медленно выполняет свою работу. Каждый должен делать свою работу. Над этим же есть люди. Работа. Пусть они и делают. А наше дело огород, детей кормить. Отлично, но только несмотря какой краской. Дело в том, что какая краска, она же не вся подходит для дорог. Вода эмульсионка, по-моему. По-моему, не подойдет. Из белой. Сделала доброе дело и ладно. Хорошо. Ну, ради же не. Хоть кто-то дороги чем-то занимается, хоть убирается или обновляет разметку. То есть вы считаете, хорошее доброе дело сделает? Я считаю, да. Ну, вообще, в принципе, она сделала неплохо. Не знаю. Говорят о том, что ее могут за это наказать. Я против этого. Думаю, надо поощрить и поддержать хорошее начинание. Ну, я считаю, нормально она сделала. Чтобы обратили внимание на дороги. Дороги отвратительные у нас. Она захотела так сделать. Почему не сделать? С одной стороны, ну, может быть, если бы там была действительно нарисована нормальная зебра, она бы, может быть, бордюр во дворе покрасила бы. А это она посчитала нужным. Наверное, ей нужен был этот пешеходный переход. Поэтому она его покрасила. Для людей это хорошо. Спасибо ей. Но вообще-то надо обратить внимание властям или дорожным службам, кто занимается этим. Что это делать надо своевременно. Она большая молодец, мое мнение. Потому что много где пешеходы еще не раскрашены, хотя лето уже наступило. И пусть здоровья ей жила, этой бабушке. Я тоже так бы взяла бы. Прямо ночью, утром встала бы и вот такое начертила бы. Я ее поддерживаю 100%. Ну, я думаю, что инициатива хорошая. Конечно, не она этим должна заниматься, но, тем не менее, поступок достойный уважения. Например, вот, допустим, если мне понадобится что-то такое же, я тоже могу взять кисточку и выйти покрасить. То есть проявить свою гражданскую позицию. Хотя это не ее дело. Молодец, бабушка. Раскоммунальные службы у нас не справляются. Как бы, сами люди делают, что могут. Что ж, ну это была программа «Я в Бийске. Есть мнение». И на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!